Всем привет! Сегодня мы хотим вам представить просторный функциональный коттедж 300 квадратных метров для разновозрастной семьи. В состав проекта входят два этажа и мансарда. Дом выглядит достаточно просто, но в то же время стильно и придает дому уникальный и привлекательный вид. Я бы назвала это современная элегантность. Такой вид придает не только форма дома, но и фасады, которые оформлены в бело-серой цветовой гамме в сочетании оконных белых рам и серой кровли. Причем использовано сразу несколько оттенков серого цвета. От светлого в верхней части дома до темного на цоколе. Такое сочетание всегда попадание в яблочко. Кровля используется для освещения мансарды через встроенные окна, а также треугольные окна в щипцах. Терраса полностью остеклена. При желании ее можно выполнить открытой. Имеется спуск на участок. Входная группа – крыльцо, защищенное двускатным навесом на круглых колонах. Корпус дома прямоугольный с габаритами 9,5 на 18,7 метров. Фасады в нижней части могут быть отделаны клинкерной плиткой. В верхней – штукатуркой. Для облицовки камня выбран декоративный камень. Крыша с встроенными мансардными окнами. Кровля – металлочерепица. Со стороны сада с террасы предусмотрен выход на участок. Стены из газоблока D500 – 400 мм, плюс утеплитель 100 мм. Комбинированная отделка – штукатурка, клинкерная плитка, фасадный декор. На цоколе – декоративный камень. Мансардная многощипцовая крыша под металлочерепицей. Плитно-ростверковый фундамент с толщиной плиты 300 мм. Монолитное железобетонное перекрытие – 200 мм. Каждый этаж в доме имеет свои преимущества. Благодаря грамотному проектированию создан совершенно новый уровень комфорта. Удобная планировка и функциональное использование жилого пространства выгодно отличают его от других. Общая площадь строения составляет 300 квадратных метров. Проживать можно до 8 человек. Это как раз-таки тот самый дом, который внутри немного больше, чем кажется снаружи. Давайте прогуляемся и познакомимся с внутренней планировкой дома. Мы заходим в дом через небольшое трехступенчатое крыльцо 3 квадратных метра, которое защищено двускатным навесом на колоннах. И сразу же проходим в зону тамбура 6,6 квадратных метра. Слева у нас находится зона для верхних вещей и вход в котельную по площадью почти 6 квадратных метра. Здесь расположено окно. Оно служит не только для проветривания и естественного освещения, но и выполнения главной функции так называемого взрывного клапана. Проходим в зону холла 14,4 квадратных метра и сразу же через парадную дверь заходим в просторную гостиную 35,67 квадратных метра. В зоне гостиной позволяет разместить большой телевизор, комоз с биокамином, журнальный столик и угловой диван, который при необходимости раздвигается и позволяет расположить гостей, ведь они так любят оставаться при затянувшихся вечеринках. Отдых можно продолжить на очень просторной и светлой веранде террасе 21,46 квадратных метра. При необходимости панорамные окна можно полностью открыть, и таким образом это позволяет вам воссоединиться с природой. Мы проходим в совмещенную с гостиной удобную кухню, которая составляет 13,53 квадратных метра. Слева расположено окно, которое манит своим пейзажем и освещает естественным светом обеденный стол. В зоне кухни есть еще два окна, кухонный остров, большая рабочая зона и вся необходимая мебель и оборудование для того, чтобы хозяйка этого дома оставалась довольна. Далее мы проходим через холл в санузел 3,75 квадратных метра. Он небольшой, но оснащенный необходимым набором сантехники. Здесь мы компактно расположили душевую, санузел и умывальник, над которым находится зеркало. Также на первом этаже находится удобная спальня площадью 16,32 квадратных метра. Здесь могут расположиться те, кому неудобно подыматься на второй этаж. Это могут быть пожилые родственники или гости. Комната достаточно светлая за счет просторного окна. Здесь можно расположить диван или двуспальную кровать, напротив комод и телевизор, а также вмещается гардеробный шкаф. Давайте подойдем к лестнице, которая ведет на второй этаж. Под лестницей есть достаточно мест, чтобы обустроить дополнительный встроенный шкаф или оставить место для большого простора холла. Подымаясь по лестнице, с первого на второй этаж мы видим высокое окно, которое дополнительно освещает оба марша лестницы дневным светом. Две площадки позволяют отдохнуть при подъеме наверх, а также эффективно разграничивать пространство между маршами, образуя место для поворота. Поднявшись на второй этаж, мы попадаем в холл 9,29 квадратных метра. С холла мы попадаем в ванную 6,82 квадратных метра. Находясь в ванной, можно наслаждаться видом из окна. Рядом находится постирочная 2,85 квадратных метра. Если нет необходимости в постирочной, можно организовать гардеробную. Далее мы проходим в просторную спальню 19,23 квадратных метра. За счет расстановки с каждой стороны стены окон спальня очень светлая. Здесь можно расположить рабочую зону, встроенный шкаф, телевизор, двуспальную кровать и прикроватные тумбочки. Мы проходим в следующую просторную спальню 19,9 квадратных метра. Здесь расположено уже одно окно, но более широкое, что позволяет также достаточно отсветить комнату естественным светом. Также использован прием по разграничению гардеробных ниш, что позволяет обустроить встроенный шкаф. А также здесь можно разместить телевизор, рабочий стол или макияжный столик, двуспальную кровать и две прикроватные тумбочки. Следующее помещение мастер спальня 16,32 квадратных метра. Код в каждую комнату будет только со спальней, что сохранит вашу приватность. Комнату освещает просторное окно. Можно расположить двуспальную кровать с прикроватными тумбочками, макияжную и телевизор. Из спальни мы входим в компактный санузел, совмещенный с душевой 3,75 квадратных метра. А также здесь разместили умывальник и унитаз. Выходим из санузла и проходим через спальню сразу же в гардеробную, площадью 9 квадратных метров. Для естественного освещения в гардеробной есть окно. А также разместили стол и шкафы для вещей. Давайте пройдем по лестнице на третий уровень дома мансардного этажа. Лестницу освещает мансардное окно. Мы попадаем сразу в вместительный холл 36 квадратных метров. Его можно использовать как тренажерный зал или просто зону для отдыха. Рядом по соседству мы разместили рабочий кабинет 7,95 квадратных метра. Далее мы проходим еще одно просторное помещение 49,13 квадратных метра. Эту мансардную комнату можно использовать под бильяр. В ролике отделка и расстановка мебели проставлена условно для ощущения объема в помещении. Дизайн интерьера вы всегда можете продумать индивидуально для вашей семьи. Вместе с домом под один дизайн экстерьера мы разработали проект гаража на два автомобиля общей площадью 53,76 квадратных метра. Он выполняет такие важные задачи, как хранение и обслуживание семейного и личного транспорта, для которого необходимо отдельное пространство. Это конструктивное решение поможет сэкономить немало места на участке. В составе парковочный бокс на две машины и вспомогательные помещения. Как и основное здание, гараж выполнен в европейском стиле, отделан теми же материалами и в той же цветовой гамме, что и дом. Автомобильная парковка оснащена двумя подъемными воротами для удобного въезда машин. Боковой фасад, повернутый к дороге, глухой, А на противоположном, со стороны дома, находятся входы, подсобные помещения. На заднем фасаде видно несколько окон, обеспечивающих доступ дневного света в помещение. Основную часть гаража занимает парковочный бокс площадью 42 квадратных метра. По центру проходит квадратная колонна. Она поддерживает перекрытие и разграничивает пространство, оставляя равную площадь для каждой машины. Одно из подсобных помещений площадью 5,7 квадратных метра связано с гаражом. В нем можно держать необходимые принадлежности для машин. Второе помещение 6 квадратных метра имеет единственный вход с участка и подойдет для хранения садовых инструментов и техники. Мы надеемся, вам понравился данный проект дома и гаража. Напишите нам комментарий, какой квадратуры дом вы бы предпочли для себя построить. 100, 200, 300 и может более квадратных метров. Таким образом мы будем ориентироваться, что обозревать и подготовим для вас совершенно бесплатный проект дома. Вы можете перейти по ссылке ниже на наш сайт и ознакомиться с нашим каталогом готовых проектов. А также вы можете заказать у нас индивидуальное проектирование или строительство дома. Всех вам благ, душевного спокойствия, семейного счастья, обязательно здоровья, ставьте лайки. До новых встреч!